привет друзья сегодня покажу вам еще одну очень интересную приманку на мой взгляд незаслуженно забытую по уловистость я бы ее поставил на первое место после балансира это отлично работает на любой глубине магазинах иногда появляются такие приманки но не совсем то что нужно здесь очень важно соблюсти углы скосов эти приманки и сейчас я вам покажу как быстро без особых приспособлений и довольно таки точно можно сделать такую приманку всегда мы делали такие блесны из прутка диаметром 6 миллиметров ну как бы у меня уже такие есть и я сделаю сегодня немножко потоньше из пятерочки и возьму немножко поменьше задним покажу вам вам весь процесс ну и для себя сделаю еще одну приманку и так берем пруток латуни либо бронзы я взял диаметром 5 миллиметров но вообще как бы лучше и 6 наверное делать но просто на 6 у меня уже много блесен хочу сделать поменьше ну так вот первый первый угол большой 45 градусов просто берем листочек бумаги не будем пользоваться никакими транспортируем никакими там верительными инструментами а все очень просто будем делать 90 градусов угол загибаем на пополам соответственно получаем 45 градусов минуты ловить не будем нам это ни к чему вот получился уже готовый шаблон все прикладываем его к заготовке плоскость у нас у губок есть ну либо если не в тисках то можно приложить прямо непосредственно к прутку прикладываем все берем ножовку и вот практически по шаблону мы уже можем ее отрезать вот таким вот образом мы все будет уже сказал там ошибка на 1 градус ничего в этом страшного нет так теперь берем пруточек освобождаем выпустить надо немножко побольше конечно же и вот скосом теперь вот этим направляем вниз вот чтобы угол у нас был направлен вниз давайте еще немножко выпущу потому что угол будет сильно острый зажимаем и наш шаблончик который по 45 градусов складываем еще вдвое получаем сколько там 22 с половиной и складываем еще раз что там у нас у нас получается 11 и 2 2 с половиной 11 градусов и 2 вот шаблон на второй угол готов все никаких мерилок никаких транспортиров ничего не нужно и так шаблончик прикладываю уже прямо к прутку длина 30 миллиметров прям по этой же блесне я от отмерю пару миллиметров на запил все и таким же путем отрезаю отрезаю еще одну заготовочку вот я отрезал сразу парочку потому что блесна это все-таки расходник и теперь мелким напильником обработаю обязательно конечно все держать в руках если рядом есть тисочки хорошенько выровнять плоскость потому что я еще подполировал слегка их теперь мне нужно прорезать два паза для крючка и для ушка вот со стороны скоса вверху один пазик будет буду прорезать тоже ножовкой хотя крючки тонкие ну ничего страшного оловом все это дело зальется и второй пазик с обратной стороны подушка вот смотрите скосом вверх беру закрепляю все и прорезают точно посередине немного там пол миллиметра так все и со второй стороны переворачиваю его скосом вот этим вниз закрепляю и уже с этой стороны тоже прорежу сейчас наша с вами задача впаять крючки на одну блесну придется угробить два крючка крючка с одной с одного крючка откусываем ушка а со второго жало потому что нам понадобится ушко вот такие получились две заготовочки и сейчас в эти заготовочки облудим все достаточно облудим пазик и сразу ставим на место ушко также поступим сейчас с крючочком я появлю кислотой поэтому по окончанию нужно будет промыть мыльной водой чтобы нейтрализовать кислоту так первым аккуратненько крючочек и впаяла так вот такой должен получиться окончательный вид сейчас мы все обработаем зачистим и продолжим разговор вот такой окончательный вид должны иметь блесна нужно чтобы жало крючка и ушко находились в одной плоскости тоже объяснять наверное рыбакам не надо зачем ну не мешало бы подполировать и что касается это украшение бусинник ну не знаю я раньше вешал но каких-то особых преимуществ я не нашел в этом вместо украшений я такую блесну подживляю я беру из рыбки вырезаю тоненький кусочек мясо вместе со шкуркой узкую полоску и вешаю либо лучше всего глаз от окуня маленький окушок прям крючком берешь его выцарапаешь как это не вульгарно звучит но это лучше всего вытаскиваешь крючком глаз и на него же рыбачишь и подскрипт он буквально два слова что касается проводки не хочу конечно никого учить просто скажу как я рыбачу делаю 4 5 взмахов пауза секунд наверное 5 10 и на паузе слегка шевелю и и так на разных горизонтов начинаю со дна приподнимаю опять 4 5 взмахов пауза приподнимая еще 4 5 взмахов пауза и второй способ опуская на самую на самое дно стучу по дну ну так как раз 5 10 хорошо чтобы поднять муть слегка приподнимаю со дна и в этой мути тоже слегка шевелю ее но это же паузы нужно делать большие но секунд наверное по 10 ты еще можно постучать по дну муть расшевелить и в этой мути слегка и ей шевелить ну вот как вы наверное все спасибо друзья заходите буду делиться своим опытом еще заходите позже заходите заходите ну а и и Продолжение следует...